Добрый день, друзья. Хочу сказать пару слов по поводу преследования людей, вышедших 5 числа, 5 ноября 2017 года. Вы знаете, заведено много уголовных дел по очень тяжелой статье «Терроризм». Там минимальный срок от 12 лет до пожизненного. Власть пытается нас запугать. У власти, собственно, два инструмента. Первый – это пропаганда, второй – это страх. Вот она использует этот страх для того, чтобы оказать давление на оппозиционеров. Повторяется история, которая была после 6 мая 2012 года. Посадили около 30 человек, так скажем, болотников, то есть героев 6 мая. И все остальные уже стали бояться. Вот, смотри, выйдешь на площадь, тебя могут также репрессировать. И у власти это хорошо получилось. Многие действительно с оглядкой стали относиться к оппозиционным мероприятиям. Я полагаю, что такая же акция будет и по поводу 5 ноября. Посадят, ну, допустим, 30 человек. И это будет шокирующим фактором, потому что это уже будет не 4, не 4,5 года, как люди получили некоторые 2, 2,5. А это уже будет от 12 лет и выше. Так что власть, конечно же, мудро, в кавычках, использует вот этот инструмент запугивания. Но, тем не менее, не надо бояться. Всех не пересажают. У власти нету возможности сделать репрессии на уровне 37-го года. Потому что власть не имеет идеологии. Вот в 37-м году была кровавая, жестокая идеология тоталитаризма. Она ее применила. Миллионы людей были уничтожены, миллионы людей сидели в лагерях и теряли свое здоровье, не могли общаться с близкими. То же самое происходило везде, где есть тоталитарная власть. Нынешняя власть воровская, она авторитарная. Это немножко другое. Поэтому она не может пересажать десятки, сотни тысяч людей. Запугать? Да, может. Поэтому нужно пересилить себя и все равно идти вперед, не бояться делать протестные ячейки. Всех не пересажают. Это наша сила. Понятно, что каждый, когда человек сидит дома, он думает, какая мне разница, я буду один в тюрьме или еще 30 человек вместе со мной будут в разных тюрьмах. Это трудно, конечно же, понять, что если мы все выйдем вместе, то нам всем ничего не грозит, абсолютно всем. Кому-то, кто-то действительно примет этот удар. Но для того, кто индивидуально для себя принимает решение выходить или не входить, он принимает для себя решение простое. Посадят его в тюрьму или нет. И могут посадить. Поэтому каждый из нас, нас миллионы человек не согласны. Решает для себя этот вопрос. Заниматься протестом или нет. Поэтому, если я вот говорю, выходите на улицу, организуйте ячейки, вы мне можете сказать, ну вот, а меня посадят, кто мою семью будет кормить и так далее. Почему я должен сидеть в тюрьме, а все остальные будут на свободе? Это тяжелый вопрос. На него каждый должен сам дать ответ. Не смотрите на лидеров, что они говорят, смотрите то, что у вас в сердце. на сердце лежит. Поэтому принимайте для себя решение выходить или не выходить. И знайте, что власть слаба. У нее нет идеологии, у нее нет сил всех нас прижать. Ничего не боимся. Выходя вперед, победим. И, Марк, еще такой вопрос. Скажи, пожалуйста, по 5-му, 11-му, 17-му, как ты думаешь, сотрудники спецслужб фабриковали дела, или же все-таки все было так, как они говорят? Ни одно дело не было по-настоящему отнесено к терроризму. Людям подбрасывали и ножи, и пистолеты, и оружие. Я знаю случаи, когда человек пришел домой, молодая пара, и у них сжала листовка на столе с коктейлем Молотова. Я имею в виду, как изготовить коктейль Молотова. Эта пара вынуждена была эмигрировать из страны, потому что ясное дело, что заведут уголовное дело по 205-й статье. И такие, ну, кто-то не смог уехать, кого-то просто прижали сразу же, вы знаете, там, гранаты бросали домой, все 100% дел подрекованы. Мы не террористы. Среди нас действительно нет ни одного террориста, как бы власть не хотела этого приписать. Мне приписывают экстремизм, все вы знаете. Я не экстремизм. Я против того, чтобы брать в руки оружие и кого-то убивать, и какое-то насилие делать. Но власти не занимать, а нам готовы врать, готовы фабриковать дела. Поэтому не верьте ни одному делу, которое сделано вшито белыми нитками, что называется. Спасибо тебе большое, Марк. Удачи тебе и свободы. Победим, победим. Все хорошо. Хорошо.